Крыши текут, дома разваливаются, дороги разбиты Коммунальные службы выполняют свои обязанности, не торопятся На жалобы жильцов не реагируют Смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз Поспешишь, людей насмешишь Спустя год после оперативного ремонта проезжая часть в Барнаульском пригороде Поселке Лебяжьем пришла в негодность Ее ремонтировали, даже это года не прошло, отремонтировали быстро То есть вот это все-то постелили Где-то через неделю вот эти ямы уже появились Посмотри наверх Жители Барнаульской многоэтажки жалуются на аварийные деревья у себя во дворе Санитарную обрезку ответственные лица не проводят Ветки достают уже до окон То есть когда очень сильный ветер Знаете, дома находиться страшно Потому что вот это вот скрежет веток по окну И думаешь лишний раз, господи, не выбило пластиковое окно В Барнаульском поселке Лебяжье в пору снимать фильмы ужасов Проезжая часть на улице Полевая ушла под землю и выглядит как после бомбежки Все бы ничего, вроде бы обычная история Вот только дорогу отремонтировали меньше года назад Почему транспортная артерия так мало прожила, мы попытались выяснить Здесь надо все заново сносить, ну и заново делать Просто заново все вот этот участок весь делать надо По этой дороге как будто прогулялся песчаный червь из популярной дюны Если бы шутят местные жители Все до безобразия проще Спустя год после ремонта проезжая часть на улице Полевая посыпалась Вздулась, потрескалась, а в некоторых местах даже провалилась Пешеходы и автомобилисты в шоке Ее ремонтировали, даже это года не прошло Отремонтировали быстро То есть вот это все это постелили Где-то через неделю вот эти ямы уже появились Местные жители говорят, что проезжую часть ремонтировали с явными нарушениями Ждали, ну пока дожди будут Дожди пошли, здесь ну давай, все, ну вывалили вот эти камни Вывалили здесь, здесь, там, там, все Ну вот это, ну закатали вот эти камни Ну дожди прошли Они приехали, ну давай, ну ложить, ну вот этот асфальт Ну вы сами, ну видите То есть здесь прям сразу было, ну видно, что, ну да, дорога, она это Она, ну долго-то существовать, ну не будет Дорога, нуждающаяся в реставрации, оживленная По ней постоянно курсирует транспорт Водителям не нравится объезжать ямы и колдобины Дороги, конечно, ужасные Нужно делать, потому что невозможно проехать Автомобиль ломается постоянно, колеса протыкаются Приходится ли ремонтировать автомобиль? Конечно Подвеска убита В июле, в июле, ой, господи, в январе была идеальная Сейчас плохая Как удалось выяснить, на ремонт шести улиц, в частности улицы Полевая В 2023 году было заложено свыше 11 миллионов рублей Деньги были выделены, но результата люди не увидели И просят властей обратить внимание на некачественно отремонтированную дорогу В администрации Центрального района Жителям ответили следующее Администрация Центрального района рассмотрит возможность включения улицы Полевая В селе Лебяжье в план ремонта дорог сельских и поселковых территорий на 2025 и последующие годы Но жители Барнаульского пригорода призывают отремонтировать разрушенную проезжую часть оперативнее Ведь ездить по ней просто невыносимо Ее нужно срочно реставрировать Иначе она вся провалится, переломается И ездить будет негде Жители Барнаульской многоэтажки испытывают ужас в непогоду Ветхие деревья при порывах ветра падают на тротуары проезжую часть Так на днях ураган повалил дерево прямо на автомобиль Чудом никто не пострадал Разбираемся, как людям добиться сноса аварийных деревьев и не бояться за свою жизнь Жители многоэтажки на Шукшина-1 не первый год бьют тревогу Просят свою управляющую компанию спилить сухостои и провести санитарную обрезку аварийных деревьев УК ДС-1 навстречу не идет, возмущается председатель дома Алена Краус Обращались в администрацию, обращалась в комитет по поводу деревьев, что аварийные во время ветра сильного У нас ветками, прям очень большими ветками падает на тротуар Вот мы стоим, проезжая часть тротуары, вот тротуары гуляют У нас входят в детский сад, во дворе дома находятся с детьми Все вечно в ветках, ветки достают уже до окон То есть когда очень сильный ветер, знаете, дома находиться страшно Потому что вот это вот скрежет веток по окну И думаешь лишний раз, господи, как бы не выбило пластиковое окно Вот, причем там проходят провода И во время ветра тоже, как бы, знаете, если не дай бог, зацепит провода И, ну, это и током может убить кого-то, если кто-то проходит в этот момент мимо Да и вообще обесточить весь район А между тем погода непредсказуемая Так, например, сегодня вовремя неспиленные деревья рухнули на автомобиль возле дома на Шукшина-1 Ущербы у автомобилистов колоссальные Благо люди не пострадали Коммунальные эксперты призывают жителей провести собрание жильцов И срочно решить, какие деревья нуждаются в сносе и санитарной обрезке в первую очередь Либо собственник, либо управляющая компания могут выступить с инициативой И провести собрание на многоквартирном доме По вопросу, значит, содержания зеленых насаждений на территории многоквартирного дома И, соответственно, поставить вопрос, что вот такие-то деревья у нас требуют обрезки Такие-то сноса, ну, может быть, какой-то реновации, посадки новых, например, или еще что-то Но в любом случае это так или иначе решение собственника в первую очередь И в случае, если это многоквартирный дом, то собственник коллективный И решается это тогда собрание Если управляющая компания после протокола собрания не предпримет никаких мер Жителям нужно обращаться в прокуратуру Она, в свою очередь, простимулирует управляющую организацию На этом все Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, которую нужно решить Звоните в редакцию телеканала ТОНК Пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте С вами была программа «Коммунальный патруль» До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok